Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона» и сегодня 13 глава. Для удобства я читаю небольшой отрывок из этой главы, затем его объясняю. Итак, 13 глава. Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего и взирая на дела, не познали виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесное светило. Если, пленяясь их красотой, они почитали их за богов, то должны были бы познать, насколько лучше их Господь, ибо Он, виновник красоты, создал их. А если удивлялись силе и действия их, то должны были бы узнать из них, сколь могущественнее тот, кто сотворил их. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. «Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога, желая найти его. Потому что, обращая делам его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа его?» Давайте разбираться. Автор называет людей, которые не знают Бога, не имеют его видения, то есть не почитают его суетными. В русском языке слово «суета» обозначает какое-то движение. Бессмысленно оно движение. В Библии суетой называется что-то тщетное. Итак, те, кто не знают Бога, они занимаются тщетным. Почему тщетным? Потому что бесполезным. Если человек знает Бога, он знает, как себя вести, он стремится к вечной жизни. Если же человек Бога не знает, то вся его деятельность, она бессмысленно тщетна. Почему? Потому что не приводит к вечной жизни. Когда автор говорит о том, что они суетны по природе, он имеет в виду, что эти люди осуетились в палит-чету. Как люди могли узнать Бога? И автор книги рассказывает о том, что они могли бы узнать о нем через рассматривание видимого мира. Потому что и видимый мир свидетельствует о Боге. В христианском богословии вот такое познание Бога через видимый мир называется естественным, потому что идет через природу. Или еще одно название – общее. Почему? Потому что это откровение, познание Бога через видимый мир, дано всем. И вот автор говорит о том, что люди могли смотреть на видимый мир и познать Бога. А вместо этого они стали почитать части этого мира, стихи этого мира. Он перечисляет огонь, ветер, воздух, звезды, небесные светила. И они почитались за богов. Но через рассматривание вот этих стихий мира, частей мира, люди могли бы понять, что за этим ветром, за этим светом стоит тот, кто сотворил это, то есть Господь, виновник этой красоты. Но люди не дошли до этого понимания. Они как бы остановились и посчитали, что солнце, луна, звезды, ветер, небо, земля, вода и есть сами боги. Но автор, отзываясь об этих язычниках, отзывается о них, что они заслуживают меньшего порицания. Потому что дальше он будет порицать других язычников. Почему? Потому что эти люди действительно искали бога, но не смогли его найти. Они не дошли до него. То есть, с точки зрения автора, не все в язычестве является совсем-совсем плохим или бесовским. Это все-таки много человеческого. Люди искали, но не нашли его. Однако, и даже эти люди, которые искали бога, но запутались в стихиях, они тоже неизвинительны. Но почему же они все-таки не пришли к познанию бога? Ведь понятно, что никакая из стихий мира, то есть, из чего состоит этот мир, не могла воспроизвести другую, потому что они являются частью этого мира. То есть, бог солнца не мог создать бога луны, или бог земли не мог создать бога воды. Понятно, что за всеми ними должен стоять тот, кто выше, больше, сильнее этого. И вот автор говорит о том, что да, они искали бога, они увидели в красоте мира то, что это создано, но так и не пришли к познанию истинного бога. Дальше же автор начинает порицать тех, кто на самом деле куда хуже, чем вот такие язычники. Он говорит о тех, кто поклоняется идолам. Давайте прочитаем следующий отрывок. Но более жалки те и надежды их на бездушных, которые называют богами делорук человеческих. Золото и серебро, изделия художества, изображения животных, или негодный камень, дело давней руки, или какой-то древодел, вырубив годное дерево, искусственно снял с него всю кору, и обделав красиво, устроил с него сосуд, полезный к употреблению в жизни, а обрезки от работы употребил, на приготовление пищи и насытился. Один же из обрезков, ни к чему не годный, дерево кривое и сучковатое, взяв, старательно округлил на досуге и с опытностью затака обделав его, уподобил образу человека, или сделал подобно какому-либо низкому животному, помазал суриком и покрыл краской поверхности его, и закрасил в нем всякий недостаток, и устроил для него достойное его место, повесив его на стене, укрепив железом, и так, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себя помочь не может, ибо это кумир и имеет нужду в помощи. Кто более жалок? Это те, кто поклоняются идолам, делам рук человеческих, то есть идолопоклонники называют идолов богами, но это на самом деле все человеческое искусство. Когда автор говорит о золоте и серебре, он не имеет в виду вообще золото и серебро, а то, что идолы делают из золота и серебра, либо в виде человека, либо в виде животных, обратите внимание, негодный камень – дело древней руки. некоторые вещи называют святыню, потому что она древняя. И вот тут как бы какая-то святыня, которая почиталась, она идет как будто из древности, ее из древности почитают, но автор называет его негодным камнем, то есть если бы там камень лежал как порог или там в стене, вот это был годный камень, а это негодный. А дальше автор начинает просто с сарказмом описывать делание идола. То есть некий столер берет дерево, из лучшей части этого дерева он делает что-то полезное, всякие обломки он использует для приготовления пищи, а то, что ни в огонь, ни на какое-то дело, он использует, он делает в виде человека, либо в виде животного, когда он это делает, тут знаете, с таким сарказмом говорится, а когда ему делать нечего, на досуге, он делает это в виде человека, либо в виде животного, обратите внимание, низкого животного, автор книги живет в Египте, и египтяне почитали богов в виде каких-то неприятных животных, например, в виде шакала или в виде крокодила. Было, кстати, даже еще и лягушки, то есть такие животные, которые не вызывают уважения. И вот он делает, красит, раскрашивает, а потом он вставит куда-то или приделывает его к стене, причем прикручивает или делает какое-то приспособление, чтобы этот идол не упал. Вроде бы для того, кто это сделал, для язычника, это бог. Ну, раз это бог, он должен сам себя охранять. Однако человек прекрасно понимает, что это деревяшка, и поэтому он упадет, поэтому его нужно поставить так, чтобы он не падал. Дальше автор говорит еще с большим сарказмом, описывая бесполезность идола. «Моляя же пред ним о своих стяжаниях, о браке и о детях, он не стыдится говорить бездушному, и о здоровье взывает к немощному, и о жизни просит мертвое, и о помощь умоляет совершенно неспособное, о путешествии, не могущее ступить, о прибытке, о ремеслее, об успехе рук, совсем не могущее делать руками, о силе просит самое бессильное». Здесь автор делает такие сравнения. Идола и о том, чему его просят. И понятно, что идол помочь человеку не может. Однако перед этим идолом молятся. Вот чтобы разобрать и понять сарказм автора, нужно вообще понять, как язычники, идолопоклонники понимали идола. Вот, ну и даже нам разобраться с идолами, когда мы читаем Священное Писание. Может возникнуть такое представление, что идол – это такая икона лже-бога, или лже-икона. Но на самом деле для обычного язычника идол не является таким образом, молитва перед которым восходит первообразом. для общей массы язычников идолы – это были богами. Точнее так, идол – это то, в чем живет Бог. И то есть, когда человек прикасался руками к идолам, он прикасался руками к Богу. Когда он молился перед идолом, он молился Богу, который живет в этом идоле. И вот такое понимание было распространено. Об этом понимании, естественно, знали евреи. И когда они критиковали идолопоклонство, они били туда, где было понятно. Потому что для обычного человека идол – это и есть бог. Поэтому, кстати, когда православные христиан обвиняют то, что мы почитаем иконы и приводят тексты из Ветхого Завета или даже из Нового Завета, где критикуются идолопоклонства, то это не работает. Потому что наше понимание иконопочитания и понимание язычников своих идолами, своих идолов, оно абсолютно разное. Поэтому, когда автор критикует, все понятно. Вот просят Бога, с маленькой буквы, чтобы он помог путешествовать, но этот Бог не может путешествовать, он даже не может ходить. просят о здоровье, а этот идол, он мертвый, немощный и мертвый. И таким образом, те люди, которые поклоняются идолам, они настоящие безумцы. Они ведь могут понять, что это просто деревяшка или это камень, или какое-то изображение, или там железка. Несмотря на это, они ему поклоняются. Хотя в глубине души они понимают, что это бессмысленно и бесполезно. И автор книги, он просто удивляется, почему такое безумие у людей. на этом заканчивается тринадцатая глава. Мы с вами были на портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...